На проспекте 60-летия Октября нетрезвый водитель, устроив серьезную аварию, попытался дважды сбежать с места ДТП. Виновник столкновения, шофер Ниссана Эксперт, мчался со стороны центра города по крайней правой полосе. Проехав остановку школа ДОСААФ, автолюбитель повредил сразу две иномарки, которые принадлежат родственникам из Киргизии. Отец и сын переехали в Хабаровск 7 лет назад. Старший из мужчин на проспекте оказался волей случая. В автомобиле сына закончился бензин, и он приехал на помощь. Их машины стояли вдоль обочины друг за другом. Родственники только достали канистру, когда в черный седан на полном ходу врезался Ниссан-нарушителя. Висту отца швырнула на Терриус сына. Оттуда уже видно было, как он ездит. Почти уже не заметно думал, а вгоняет нас. Нет, оказывается уже прямой. Вот видите, что творил он. Вообще сильно ударил, слишком. Нарушитель, получив мощный заряд адреналина, выскочил из автомобиля и пустился в бегство, бросив и машину, и сидевшую в ней жену. Его прыткости удивились не только пострадавшие родственники, но и очевидцы. Виновник ДТП, даже несмотря на алкогольное опьянение, бежал не хуже Усейна Болта в начале карьеры. Догнать спринтера и вернуть его в машину получилось только общими усилиями. Помогли проезжающие мимо автолюбители. Он пьяный был вообще, не в состоянии. Он ногами не стоит так. И у него жена тоже так пьяная, рядом сидит. Он сбежал потом, как вышел из машины. На этом история побегов не закончилась. Под предлогом погреться беглец сел на водительское место своего универсала. Оказавшись в машине, запер двери и рванул с места. Метров эдак через сто стало ясно, что на своих двоих хабаровчанин передвигается все же лучше. Эксперт весьма эффектно финишировал в спрятанной под снегом ливневой канаве. До приезда полицейских автолюбителя удерживали очевидцы аварии. Супругу нарушителя задерживать не стали. Женщина заявила, что ушиблась и хочет домой. Автоинспектором виновник аварии оказался знаком. Месяц назад этого мужчину они уже ловили за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда его Ниссан отправили на штрафстоянку. Однако вскоре хабаровчанин забрал автомобиль. Он хоть и является собственником Ниссана водительское удостоверение никогда не получал. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.